Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Оставайтесь дома. В стране началась нерабочая неделя. Как провести ее с пользой? Управление соцзащиты Самары приостановили прием граждан. Консультации горожане могут получить по телефонам горячей линии. Самарские студенты-медики вышли на помощь врачам. Главная задача – вовремя выявить вновь заболевших. Сделано в Самаре. Полторы тысячи защитных масок в день шьют на трикотажной фабрике. В Самарском метрополитене пополнение. На службу поступило четыре новых вагона. Оставайтесь дома. Вот главный призыв сейчас ко всем россиянам и самарцам в частности. В стране началась нерабочая неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным с 30 марта по 5 апреля. Выходить на улицу в Самаре никто не запрещает. Но власти и медики просят не делать этого без особой необходимости. И соблюдать элементарные правила безопасности – держать дистанции при общении с другими людьми и тщательно мыть руки, вернувшись домой. Особые рекомендации получили граждане старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания. Им рекомендуют соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля. Парки и набережные – больше не места для прогулок. Горожан убедительно просят воздержаться от их посещения. Продуктовые магазины и аптеки работают в прежнем режиме. Все остальные магазины, где нет товаров первой необходимости, закрыты. Закрыты также кафе, рестораны, кинотеатры, ночные клубы, аквапарки, детские развлекательные комплексы. Торговые центры открыты. Рестораны и кафе обслуживают клиентов только на вынос. Сегодня губернатор Дмитрий Азаров побывал в одном из торговых центров Самары, чтобы проверить, как выполняются новые правила. В коридорах пустынно, большинство секций закрыто, работают только те, что торгуют товарами первой необходимости. Покупают продукцию в основном дистанционно. Заказов больше стало, продажи дистанционно. Ну, ощутимо, да, больше всего. Сколько? В полтора, в два, в три раза. Ну, примерно. Я понимаю, еще рано делать выводы, тем не менее. Ну, где-то рано было, стало побольше. Существенных замечаний глава региона не высказал. Сотрудники торговых залов санитарные требования соблюдают. Лишь несколько человек были замечены без масок. Сохранить режим самоизоляции. С таким призывом сегодня к самарцам обратилась глава города Елена Лапушкина. Обсуждение этой задачи стало центральной темой на сегодняшнем совещании в мэрии. Олег Зверев с последними новостями. Нерабочие дни – это не каникулы. Важно понимать, что ситуация очень серьезная. Глава Самары Елена Лапушкина обратилась к жителям города сохранить режим самоизоляции. Те выходные, которые объявлены президентом, они сделаны не для того, чтобы мы с вами замечательно проводили досуг. Это не каникулы, это не отпуск. Это именно время для самоизоляции. Время, когда мы, к сожалению, должны изолироваться. Я вижу прекрасную погоду. Я понимаю людей, которым очень хочется выйти сейчас на набережную. Хочется погулять в парках. Но хочу обратиться, что не время сейчас для этого. Есть волонтерский центр, который готов оказать помощь и доставить и лекарства, и продукты питания нашим ветеранам. Обратите внимание, как проводят время ваши дети. Да, мы закрыли сейчас все парки и скверы. Да, мы сейчас стараемся преградить доступ на набережную. Но мне хочется все-таки еще и ответственности, и понимания наших жителей, что это делается не для того, чтобы ограничить как-то их права, а для того, чтобы их же обезопасить. Волонтеры готовы прийти на помощь в любой ситуации. Самара присоединилась ко всероссийской акции «Мы вместе». В городе работают горячие линии. Ее телефон вы видите на экране. Набрав этот номер, можно решить проблему доставки товаров первой необходимости. В Самаре были разные времена, но таким город не было еще никогда, чтобы по этой улице в течение получаса прошел только один человек. Люди передвигаются на автомобиле, ходят общественный транспорт. Но большинство понимают, что времени рабочей недели дано не для прогулок, а для того, чтобы провести его дома. А вот в городском департаменте физической культуры и спорта призывают использовать освободившееся время для домашних занятий. Тренеры проведут их в режиме онлайн, так чтобы потом из виртуального спортивного мира прийти в реальные спортзалы. В направлении много, это различные марафоны, как бывает платные, так и бесплатные. Это различные программы, которые реализуют наши тренеры для того, чтобы наши детки, спортсмены, они дома могли заниматься, не теряя свою физическую форму. Поэтому я думаю, что как раз вот эта ситуация отчасти даст, наверное, новый толчок к развитию онлайн-направления и самостоятельных занятий с культурой спорта, что в конечном итоге позволит нам существенно повысить показатели национального проекта, может быть, даже превысить 55%. В этом году в городе будет увеличено число спортивных объектов. Будут открыты дворец единопурства ВСК «Маяк», баскетбольный центр «Фок-Орбита», фехтовальный центр на стадионе «Торпедо» и четыре пришкольные площадки. Но это уже после того, как снимут противоэпидемический режим. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Пассажиры, прилетевшие 29 марта из Таиланда, прошли усиленный контроль в Курумыче. В Самару прибыли два самолета. По данным Роспотребнадзора, ни одного пассажира с повышенной температурой среди прилетевших не выявлено. Все они заполнили анкеты, где указали фактические адреса своего проживания и получили постановление главного государственного санитарного врача по Самарской области о необходимости находиться в режиме изоляции 14 дней. Отработка списков должна происходить ежедневно, подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. Он призвал местные власти совместно с представителями полиции и медиками обойти буквально каждого приехавшего. Нарушители режима будут привлекать к административной ответственности, а при наличии судебного решения принудительно помещать под медицинское наблюдение. Кроме того, усилиями правоохранительных органов будут организованы уличные рейды с целью выявления нарушителей режима самоизоляции. Работы дателей Самарской области ждут проверки. Их организует Минтруд. Причиной стали жалобы сотрудников, которых заставляют работать. На горячую линию регионального Минтруда поступило более 800 обращений. Люди сообщили, что работодатели намереваются вызвать их на работу в понедельник 30 марта. О недопустимости этого заявил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона провел переговоры с прокурором Самарской области о выдаче предостережений таким недобросовестным руководителям. Губернатор Дмитрий Азаров на личном примере показал, чем самарцы могут заняться во время самоизоляции. Глава региона опубликовал видео в своем аккаунте в Инстаграм. Чтобы не скучать во время вынужденного пребывания дома, губернатор предлагает заниматься спортом. Дмитрий Азаров продемонстрировал свою отличную физическую форму и пригласил жителей региона присоединиться к флеш-мобу «Оставайтесь дома». Выкладывать в социальные сети фото и видео своих тренировок. Давайте заниматься физкультурой и спортом и дома. Давайте приведем себя в надлежащую физическую форму. Тем более, что предстоящие нерабочие дни создают для этого все возможности. Вперед за собственным здоровьем. Оставаться дома и беречь себя призывают самарские знаменитости. Актриса драм-театра Жанна Романенко уверена, неделя свободного времени – это отличная возможность, чтобы вспомнить прочтение любимых произведений, до которых в суетливые будни у многих не доходят руки. Жанна Романенко обратилась к самарцам в стихах. «По капли время утекает, течет сквозь пальцы, как река. Меня знамением воскрешает моя трехперстная рука. Я обращаюсь с мольбою, чтоб хлеб насущен дал нам вниз. Ведь Бог, наверное, был со мною, когда решил, что хлеб мой здесь. Чтоб от лука его избавил, в искушение не вел, чтобы вниманием не оставил, и чтобы к истине привел. А истина – как хлеб простая. Все знают – Бог – это любовь. Кто любви не забывает, других воскреснет вновь и вновь. Как быть наедине со всеми и никого не позабыть. И, может быть, осталось время нам о душе поговорить. Я не забуду ваши лики, как не забуду лик святой. Мои глаза – тому улики. Спасибо вам, что вы со мной. Дорогие мои, берегите друг друга. Вместе мы справимся. Своими планами о том, чем займется на вынужденных каникулах, поделился и Егор Шереметьев, российский актер, продюсер, телеведущий. Всем привет. С 28 марта по 5 апреля всей стране дали неделю отдыха. И эту неделю нужно провести правильно. Что такое правильно, на мой взгляд? Это находиться дома, никуда не выходить. Если уж вышли, то избегать мест массового скопления людей, не контактировать ни с кем, кроме домашних. А чтобы эту неделю провести еще с пользой, то, на мой взгляд, нужно заняться саморазвитием. Нужно пройти курсы, которые вы давно хотели пройти, но все не было времени. Прочитать книги, которые хотели прочитать, но также не находили лишнего времени. Посмотреть фильмы вместе со всей семьей, которые вы не успели посмотреть в прошлом году, в позапрошлом, а может быть и в позапозапрошлом. Но, конечно, именно на этой неделе нужно обязательно посмотреть последние серии сериала «Колд-центр» события года с вашим покорным слугой в одной из главных ролей. И вообще, ребята, будьте здоровы, не болейте, берегите себя и своих близких. Егор Шереметьев, актер кино и сериалов, специально для «Самара ГИС». Доверять только проверенной информации и использовать вынужденную самоизоляцию как шанс открыть для себя что-то новое. Такой совет самарцам дает врач-психотерапевт Андрей Березовский. Все это позволит снизить излишнюю тревожность. Специалист говорит, эта эпидемия не первая в истории человечества и алгоритм борьбы с ней четко прописан. Новое в ситуации лишь то, что раньше не было такой информационной открытости в освещении проблемы. Поэтому так важно не реагировать на фейки и четко следовать официальным рекомендациям. Я не помню ситуацию, что весь мир находился. Я всегда общался по видеосвязи с знакомыми, которые живут. на другом конце света. Они тоже сидят в точно такой же самоизоляции и с теми же самыми вопросами, чем себя занять, как умерить свою тревожность. И, в общем-то, это, конечно, такой некий уникальный момент. И если очень внимательно посмотреть на эти ситуации, оно действительно требует выполнения очень простых и совершенно понятных рекомендаций, которые все говорят. на что бы я обратил внимание, что вот в ней новую. Новую – это такое глобальное внимание СМИ и такая информационная открытость в этой ситуации. Надо доверять только официальным источникам. Самоизоляция в эти дни стала обязательной для тысяч людей по всему миру. Наш бывший коллега сейчас находится в Америке. Он рассказал, как сейчас складывается ситуация в Соединенных Штатах. «Третий день наблюдения плюс 17 тысяч. Четвертый. Сейчас мы побили рекорд китайский по количеству заболевших. Это, конечно, ужасно. Люди напуганы, люди сидят дома. Многие сотрудников крупных компаний и государственные служащие, многие, переведены на дистанционный режим работы. Работают из дома, раз в неделю приезжают в офис и опять домой. Сколько это продлится, совершенно непонятно. Дети тоже учатся, условно, можно сказать, учатся дистанционно. Я так предполагаю, что карантин продлится точно до осени, потому что уже разрабатывается платформа для онлайн-обучения школьников». Завтра мы вам расскажем, как на самоизоляции в Чехии живут бывшие жители Самары. Во всех управлениях социальной защиты Самары приостановлен прием граждан. Консультации горожане могут получить по телефонам горячей линии. Выплата ранее назначенных пособий будет продлеваться без обращения людей и без дополнительного подтверждения нуждаемости. Это относится к выплатам, назначенным в соответствии с региональным законодательством. Ежемесячное пособие на ребенка, пособие на питание ребенка, социальное пособие, компенсация части родительской платы, пособие на ребенка в студенческой семье. Прием граждан, в том числе впервые, претендующих на какие-либо меры соцподдержки, желающих получить консультацию, будет производиться по предварительной записи. Призываем граждан обращаться в наше управление в электронном виде. То есть все заявления и сканированные документы можно подать через социальный портал Министерства Супрема 63. Кроме того, можно позвонить нам опять же по телефону. Также по предварительной записи самарцев принимает и МФЦ, которые ежедневно посещают более трех тысяч человек. Чтобы в отделениях не скапливалось слишком много людей, посетители будут приходить к назначенному времени. Студент-медик на связи. В самарских поликлиниках добровольцы из медицинских учебных заведений помогают врачам обзванивать людей. Волонтеры звонят пожилым людям и тем, кто недавно вернулся из других стран. Главная задача вовремя выявить ухудшение самочувствия у людей, которые наиболее подвержены риску заразиться вирусными инфекциями. Как налажена эта работа на примере 4-й городской поликлиники увидел Андрей Горгуленко. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Вас беспокоят из 4-й поликлиники. Я звонил вам по поручению вашего лечащего врача. И хочу уточнить, как вы себя чувствуете. За одну смену волонтер-медик успевает сделать почти 100 подобных звонков, чтобы узнать самочувствие горожан. Когда в медицинском колледже кинули клич о наборе добровольцев для этой работы, Максим отозвался одним из первых. Молодой человек мечтает стать хирургом, но пока учится на медбрата. признается, что использует любую возможность, чтобы помочь людям. Я не раз думал, сразу пошел, когда мне звонили, сообщили, что они нуждаются в волонтере. Я сразу пошел помогать им. В городских поликлиниках врачам помогают более 200 студентов Самарского медуниверситета и медколледжей города. В первую очередь волонтеры обзванивают пожилых людей и тех, кто только вернулся из-за границы. Узнают о состоянии здоровья, а также напоминают о телефонах горячей линии, куда необходимо позвонить, если самочувствие ухудшается. Тогда к жителю направят дежурного врача. Как правило, это студенты с 3 по 6 курс, подготовленные студенты, знающие основы общения с пациентами, знающие, так скажем, первоначальные знания в клинических дисциплинах, которые могут ориентироваться в симптомах и так или иначе реагировать адекватным образом на возникающее состояние у лиц, подверженных наибольшему риску. В 4-й городской поликлинике помощь студентов ценят. Работа очень важная. Мы, ведь самая главная задача в период вот эпидподъема любого заболевания, изоляция граждан, и чтобы как раз вот волонтеры, которые работают на телефоне, очень важно, чтобы добросовестно донести информацию до каждого пациента, чтобы пациент имел полную информацию. В самой поликлинике немного изменили порядок приема пациентов. Людей с температурой принимают отдельно от тех, кто пришел в больницу по другим вопросам. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. В Самарской области возрос спрос на медмаски. Чтобы не было дефицита, губернатор Дмитрий Азаров поручил самарским предприятиям подключиться к пошиву средств индивидуальной защиты. На трикотажной фабрике на призыв уже откликнулись. Эксклюзивную маску примерила Мария Левина. Пять минут и маска из стопроцентного хлопка готова. Вера Пудакова в швейном деле уже полвека. Правда, раньше она мастерила одежду, которая должна украшать человека. А теперь задачи иные. Шьем маски пока придут на необходимость. Так что надо это помочь стране. Ну и сколько? Могу 200 шить. За день? Да. Вот черные, серые, белые, всякие у нас, оранжевые, красные, всех расцветков и все шьем. И все разные модели у нас. Мастерицы и сами пользуются своими изделиями. Такие маски приятны к телу, в них несложно дышать и кожа не потеет. А после стирки и глажки они как новенькие. В день на трикотажной фабрике производят полторы тысячи вот таких тканевых многоразовых масок. Причем и формы здесь эксклюзивные. Так комфортнее. Чтобы получить такую маску используют четыре тканевых лоскутка вот такой формы. Самарские предприятия начали изготавливать маски по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас пошивым средств защиты занимаются шесть предприятий в регионе. Мы съездили в Министерство легкой промышленности и сразу же откликнулись на призыв о помощи в производстве масок и уже почти две недели отшиваем только маски на нашем производстве. Из-за того, что предприятие пошло навстречу региону, убытков не терпят. Себестоимость одной маски 35 рублей. Заказы уже идут от ведомств, районных администраций, силовых структур и не только. Простою в работе нет. Мария Левина, Григорий Плешаков, События. В Самарском метрополитене прибавление. Новый состав из четырех вагонов пришел из Подмосковья. Он оборудован камерами видеонаблюдения, противопожарным оборудованием и аварийными выходами. проинспектировала вновь прибывший поезд Мария Левина. Приведение кабины в рабочее состояние. Валерий Гульганов легенда Самарского метрополитена. За рулем электропоезда уже больше 30 лет. Он один из тех, кто управлял еще самыми первыми составами. Едешь в туннель, свет выключаешь и едешь в никуда. Ну, тоже как интерес, как своего рода, как в космосе, как неизведанное что-то. Потом свет включаешь, сразу раз и все. Ну, такие есть. Я вот нисколько не жалею, что в метро пришел. Валерий учился в Харькове и застал вагоны, которые сторожила метрополитена, называют ежиками. Потом пересел на составы, которые пассажиры привыкли видеть на линиях сегодня. Ему есть с чем сравнивать. Сейчас в метрополитене 11 поездов. Приобрели еще один новый, состоящий из 4 вагонов. Мы продиагностировали старые вагоны. Был доклад губернатору по состоянию дел по метру и губернатору совместно с Министерством транспорта нашей Самарской области было принято решение об обновлении подвижного состава нашего метрополитена. Поэтому это естественно, если говорить от горожан, это огромное спасибо в этой части, что услышали и включились в эту работу. Губернатор Дмитрий Азаров распорядился к 2023 году обновить и отремонтировать все составы. Сначала надо приобрести один новый подвижной состав в определенной степени для того, чтобы можно было побольше вывести из оборота и отправить на капитальный ремонт, чтобы вот этот вот процесс до 2023 года его закончить. Поэтому мы собираемся уже вот, сейчас прорабатывается вопрос, идет предоставительная работа по заключению контракта, и поэтому первая отправка, если все удачно пройдет, 8 вагонов и 2 состава мы отправим на капитальный ремонт в мае месяц. Новый состав пришел из Подмосковья. Сейчас специалисты заканчивают сборку и комплектацию вагонов. После чего будет призвано включение состава, диагностика, отладка всех систем. После этого будет технологическая обкатка на парковых путях и после нее уже обкатка на действующие недополитая. Безопасность в первую очередь. Сами вагоны сделаны из противопожарного материала. В кабине машиниста предусмотрен аварийный выход. Необходимые условия созданы и для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрены специальные места с креплением для инвалидов-колясочников. Над дверьми установлена лампа, которая загорается, когда двери открываются и закрываются, подавая тем самым знак глухонемым людям. Этот вагон просто космос. Он выигрывает в своих собратьях, например, по техническому оснащению. С помощью специальной камеры видеонаблюдения машинист может видеть все, что происходит в салоне и не только. Комфортнее стало и в самой кабине машинистов. Удобное кресло, новое оборудование, да и обзор стал лучше. Новый состав выйдет на линию уже к майским праздникам. В перспективе, говорят городские власти, может появиться еще одна ветка метро, проходящая через улицу Солнечную и Московское шоссе. Но этот проект пока только на стадии обсуждения. Мария Левина, Василий Кладашов. События. А теперь коротко о других темах дня. Часть автовладельцев Самарской области освободили от транспортного налога. Соответствующий закон подписал глава региона Дмитрий Азаров. Сэкономят водители газовых и биттопливных машин. Последние сочетают два вида топлива природный газ и бензин или дизель. Организации и физлицы, которые используют газ в качестве дополнительного топлива, будут платить половину ставки транспортного налога. Если же транспортное средство полностью газовое, то его владельца полностью освобождают от налога, следует из документа, опубликованного на сайте регионального правительства. Автоваз отзывает 381 машину «Лада Веста». Их начали продавать в сентябре прошлого года, сообщает Росстандарт. Причиной отзыва является проверка, насколько центральная стойка кузова соответствует комплектации. Всех владельцев автомобиля, подпадающих под отзыв, проинформируют письмами или по телефону. Кроме того, они сами могут подать заявку в дилерский центр. Проверку проведут бесплатно. На 33 миллиона рублей увеличено субсидирование региональных воздушных перевозок. Такое решение принял областной Минтранс. Речь идет об авиаперелетах из Самары в Казань, Пермь, Новый Уренгой, Омск, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Челябинск, Минеральные воды и Калугу. Ранее министерство урезало вдвое с 50 до 25 миллионов рублей финансирование будущего авиамаршрута из Самары в Париж. Анонсировалось, что полеты в столицу Франции начнутся в мае. Однако, если эпидемиологическая обстановка останется неблагоприятной, дату открытия маршрута перенесут. Крылья Советов перенесли начало тренировок на 7 апреля. Такое решение приняло руководство клуба из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. Иностранные футболисты Крыльев находятся в Самаре. Все игроки команды соблюдают рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также футболисты поддерживают физическую форму индивидуально. Российская премьер-лига планирует озвучить сроки возобновления чемпионата 10 апреля. В Самарской области снова ожидается снег. Анонсируют синоптики. Погода испортится 1 апреля. При этом температура будет положительной. Завтра, 31 марта, столбик термометра поднимется до 15 градусов. Пройдет небольшой дождь. 1 апреля похолодает до 1,6 градусов. Самара попала в топ-10 городов-участников акции «Часть земли». Рейтинг представил портал «Турстарт». Ежегодно в «Часть земли» по всему миру выключают свет в знак внимания к экологии планеты. Акция проводится по инициативе Всемирного фонда дикой природы. В прошлом году в «Часть земли» приняли участие 30 миллионов человек в России и 2 миллиарда человек по всему миру. В первую десятку городов России в «Часть земли» помимо Самары вошли Москва, Санкт-Петербург и Казиринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Проблема перерасхода ресурсов она очень актуальна в нашей планете и в нашей стране в том числе. Очень много ресурсов мы тратим практически впустую. И вот с этой проблематикой, когда мы час выключаем свет, мы поднимаем эту глобальную проблему на уровне каждого человека для его осознания этой проблемы. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова